Всем привет ребят, с вами Безумный ТВ и в сегодняшнем видеоролике мы рассмотрим как сделать так, чтобы у вас на виртуальной машине была мышка на андроиде. Потому что есть такая проблема, когда вы устанавливаете андроид на виртуалку, почему-то мышки здесь нет. И я установил уже 10 разных андроидов разных версий. Вот здесь в настройках я выбирал вот где там все пишут материнская плата, нужно выбрать USB или вторую мышку. Это все нифига не помогло. Я перетестил на 10 разных андроидах, на одном оно заработало, вторая мышка, когда я выбрал. Поработало там пару минут, в итоге потом все слетело и не работало. Теперь смотрите, вот моя мышка, как бы, которой я управляю. И вот есть мышка на моем андроиде, которую я тоже могу нормально управлять, все работает, без каких-либо проблем. Теперь смотрите, очень простое решение. Вам всего лишь нужно просто взять и к компу подключить две мышки. Вы это можете сделать и с одной, но будет один большой минус, о котором я сейчас расскажу. Смотрите, вот одна мышка, которая управляет на ПК, вторая, которая управляет на андроиде. Если я зайду сейчас в устройство, вот здесь USB. У меня здесь есть две мышки Logitech и USB. Это та, о которой я сейчас вам все показываю. А вот это, точнее, Lenovo USB. Капец, как можно было перепутать Lenovo и Logitech? Вот переснимать из-за этого ролик? Нет, не переснимать. Оставляем. Все как есть. 20 раз уже переснимаю. Ребят, лайк поставьте, блин, комментарий напишите, ради бога. А то уже пригораю, здесь сижу. Смотрите, вот у меня две мышки. Lenovo это та, которую я сейчас показываю вам. А вот это Logitech, с помощью которой я управляю на виртуалке на андроиде. Вы скажете, а зачем мне две мышки? Да, вы можете взять одну мышку, если вы здесь поставите галочку. По дефолту, ее, кстати, здесь не будет. То есть, этой галочки здесь не будет. Если я ее сниму, вот мышка отключилась. И, по сути, вот теперь две мои мышки. Вот одной двигаю, вот второй. Это одна мышка на моем ПК. И, по сути, я, ну, не могу никак этой мышкой вот здесь управлять. Поэтому мне нужно вот здесь поставить галочку, с помощью которой мышки я буду совершать управление своей виртуальной машиной. Возвращаю Logitech. Теперь смотрите. Если я вот это включаю, вы слышали звук. По сути, мышка на компе блокируется. Вот на этом компе Logitech уже заблокирована. Я вот ей двигаю, и она двигается на планшете. С помощью комбинаций горячих вы не сможете все равно выйти даже за границы. Поскольку вы вот здесь в устройстве указали эту мышку, как только она запускается, мышка на ПК блокируется. Вы можете использовать одну мышку, но чтобы ее разблокировать, вам придется запустить диспетчер задач с помощью клавиатуры, вот как я это делаю. И вот здесь вот так же с клавиатурой навести на виртуальную машину и нажать Delete. То есть, это как бы удалить сам процесс, что я сейчас делать не буду, потому что она закроется, естественно. И когда виртуальная машина закрывается, у вас мышка разблокируется, и вы сможете все нормально делать. Таким образом, решение есть, и вы можете даже с одной мышкой пользоваться. Но мне нужно две, потому что я хочу и на ПК тоже там что-то управлять, что-то настраивать и снимать, например. Так что мне этот вариант не подходит. Из-за этого я взял просто две мышки, вот здесь в USB указал одну, которой управляю виртуальной машиной, вторую оставил, которой управляю непосредственно на своем ПК. Метод, еще раз скажу, непростой. Вы можете там как-то на меня сагриться, написать пару комментариев, но все равно продвинут мой ролик. Так что пишите что-то хорошее, приятное и полезное. Если найдете решение и реально у вас будет здесь стоять галочка, но вы с помощью каких-то там, не знаю, очень волшебных комбинаций сможете выйти за границы андроида, вот этой мышкой, то напишите об этом в комментариях. Хочу узнать и потом переснять этот видос. На этом пока что решение только такое, две мышки, и оно мне помогло. И, кстати, помогло оно мне на всех андроидах, на которых я тестил предыдущие версии. То есть на всех андроидах это 100% будет работать, какой бы вы ни выбрали. Вам просто нужно в устройстве вот здесь указать и все. С вами был Безумный ТВ. Если видео помогло, поставь лайк, подпишись на канал, напиши комментарий. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok